Беларусь пришла зима. Многочисленные осадки натворили немало дел по всей стране. Только за сутки с 8 на 9 января сильный снегопад оставил без электричества. Свыше 600 населенных пунктов. В Борисовском и Бобруйском районах выпали максимальные 27 сантиметров белого покрова. Снимки с долгожданной зимой буквально заполонили все соцсети. Кто-то взялся за лопату, а кто-то стряхнул пыль с лучшей санок. Совет от МЧС прост. Ходить подальше от балконов, карнизов и крыш домов и объяснять детям, почему запрещается играть на этих опасных участках. Для того, чтобы сократить путь, не заходите за огороженные лентами опасные участки тротуаров. Пока дети до позднего вечера резвились на горках, коммунальщики тем временем бросили все силы на расчистку дорог. Работали круглосуточно. А спасателям области пришлось оказывать помощь легковушке и трем грузовикам, которые попали в снежные заносы. Всего в стране таких случаев порядка 20. В некоторых районах деревья попадали прямо на проезжую часть. По всей республике зафиксированы десятки аварий. Есть пострадавшие. При поездках во время снегопада следует выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. Следует отказаться от ненужных маневров, таких как перестроение, либо обгон, если это не требуется. Следует учитываясь погодные условия также и пешеходам. Подходя к пешеходным переходам, заранее останавливаться и смотреть по сторонам. Не убегать на проезжую часть дороги, если не убедились в том, что автомобиль вас пропускает. В северной части Испании ударили рекордные морозы. Похолодало до минус 34. Резкое понижение температуры принесло порывистый ветер и небывалые снегопады. Зарегистрированная температура стала самой низкой за всю историю наблюдений на Пиренейском полуострове. А подобный снегопад в Мадриде был как минимум 40 лет назад. На половине территории страны объявили красный уровень опасности. Там власти призывают людей не выходить на улицу без необходимости. Часть Японии тоже накрыли снегопады. Исковал мороз. Температура опустилась ниже 30. На дорогах образовались пробки, где застряли свыше тысячи машин. Курорт Сукаю-Онсен, расположенный в городе Аомори, считается самым снежным населенным местом на Земле. Там в среднем ежегодно выпадает около 17 метров снега. Сочетание топографических и атмосферных условий привело к тому, что в городе Минаками за 72 часа выпало более 200 сантиметров снега. А общее количество белого покрывала за сезон превысило уже 30 метров. Новую волну холода и осадков там прогнозируют после середины января. Осадки в Белоруссии не прекратятся на протяжении всей недели. К метелям и снегопаду добавится и существенный минус за окном. Столбики термометра в Бобруйске опустятся до минус 26. Такой рекордный прогноз у синоптиков на субботу. Значительно похолодает уже с четверга. Днем будет до минус 17. Самое время подумать, как утеплиться. Лилия Шайхова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.